Банишер's Gods of New Eden Мистическая составляющая непонятно, но с детективной мы уже встретились и сейчас собственно продолжим И прежде чем мы продолжим, обратите внимание, вот я только сейчас заметил на записи второй серии, что проем пещеры, да, контур женской головы вычерчивает собой Очень прикольная вещь, классно сделано, эстетически прикольно и необычно Вот, желаю всем приятного просмотра, про лайк, комментарий не забывайте, подписываться на канал, телеграм, группу ВК и на бусте по возможности продолжить Арты здесь вообще прям шикарные Вооот Ты не хочешь есть, мой дорогой? Должно быть, ты устал после долгого путешествия Я думал, мы завтра придем на ужин Меня это не затруднит Прибереги припасы, эстер Я в порядке, правда Руари Макрей не голоден? Судный день не вправду близок Так, ребятушки, смотрите Мы с вами закончили на том, что исследовали вот эти письма Да, я не знаю, сохранение их засчитало или нет Мы просто их прокрутим Возможно, это для игры что-то значит Но мы вот Ты че сделал? Я просто фляжку выпил Ну кто же поставил Е и Ф? Сука, Е И вообще любое действие в игре делается на Е А Ф это хилка Кто это поставил? Кто это додумался? Твою мать Ладно, читаем Пачка писем от Чарльза 12 августа 1694 года Дорогая эстер Когда я был сломлен, ты поддерживала меня Ты ангел, неспосланный с небес Чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга Ты свет, который направляет меня во тьме Незримого И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли Ты прекрасно понимаешь, что с Нью-Иденом что-то неладно И мне жаль, что ты здесь со мной Потому что я боюсь за тебя Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок Где можно было бы растить наших детей Но я страшусь проклятия Думаю, нам пора уходить отсюда Или же тебе стоит уйти одной А я пока буду защищать наш дом Подумай над этим Мне невыносима мысль о том Что тьма может забрать тебя у меня С вечной любовью, Чарльз Понятно, почему он так Пошел бороться с заклятием И проиграл ему Этот фарфор повидал множество ужинов Переходящих от лекций от Чарльза Я так по нему скучаю Мы тоже, Эстер Болтают они очень быстро, ребята Извините, я не успеваю прям в тайминг озвучить Партитура Новая шотландская мелодия в соль-мажор Генри Персел Персел? А получше ты ничего не нашла? В последнее время у меня нет желания играть Поверить не могу, что ты перевезла свое пианино в Новый Англию На это уж вот свое состояние Но пианиста нельзя разлучать с любимым инструментом Письмо от Эленор Компс Ноябрь 1694 года Мой дорогой Чарльз Как же приятно мне было прочесть твое письмо Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас, твои любимые Эстер, дела идут хорошо Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на событие, которое тебе пришлось пережить в Нью-Идене В любом случае, у Поветрии и Бесконечной Зимы может быть множество причин и сложно определить конкретную Более точный ответ я дать не в силах Невозможно сказать, что послужило причиной Кладоство, присутствие их хора или что-то совершенно иное Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения Представителей нашего братства Столы Святого Павла в Новом Свете слишком мало Представителей нашего братства Столы Святого Павла Оно так что ли называется, да? Столы Святого Павла, то есть целиком А Столы Святого Павла в Новом Свете Слишком мало, и любые сведения будут на вес золота Забереги себя, друг мой. Искренне твоя, Эленор Компс. Не знал, что Эленор и Чарльз до сих пор общаются. Братство Святого Павла связывает крепко. Чарльз так хотел продолжить свои исследования здесь, в Нью-Идене. Если бы мы только знали, что нас здесь ждет. Окей, уж кем? Так-то немного пример. К тебе еще кто-нибудь приходил? Большинство не осмеливается выходить из дома. Хотя мистер Бачеллер приходил меня навестить. Очень мило с его стороны. Письмо от соседа. Эстер, прими от нас немного еды и Эля. Соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. Мы еще не все знаем. Напечатанная книга. Анализ Чеконы Соль-Минор. Генри Персела для струнных инструментов. Девенпорт. А что-то с этим, короче, композитором, да, как-то у нас все связано. Уже вторая заметка, которую мы находим, и она связана с ним. Так, а это что? Эссе о музыке. Это интервалы печали. Изучение эолийского лада Генрих Петри. Или Петри. Петри? Петри это уже не Чаев. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Хорошая шутка. Это Чарльз. Это Чарльз. А че-нибудь своровать можно у нашей подружайки? Чарльз все еще здесь. Эстер просто убит о горе. Она его потеряла, а теперь он вернулся, став призраком. Должно быть это невыносимо. А я тут кое-что знаю о сюжете, но сплерить не буду, если вы его не знаете. Как возникают кошмары. Помню, как меня учили наставники. Благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозорливый должен обратиться к основам своего искусства, словам, их значению и силе, скрытые в каждом из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, мэр, ночная или любая другая. Мар в слове кошмар, как и в французском кошмар или немецком ночмар, происходит от среднего нидерландского слова 12 века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальне, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого он может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помни жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способностях этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в сны своих жертв и воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которой они не могут выбраться. Какая страшная мысль. От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись. Иначе как нам спастись от отчаяния и не обречь себя на гибель? Мне нужно побольше сведений. Ну где же их искать? Чарльз Девенспорт Приглашение Чарльза, кстати. Антея, надеюсь, что вы с Руари ничем не заняты, потому что жителям Нью-Идена нужна ваша помощь. Город стал жертвой коварного и зловещего проклятия. Я уверен, что все дело в присутствии. Но хотя у нас... Но хотя у нас гниет еда, бушуют болезни, и наша душевная равновесие пошатнулась, я не могу найти призрака. Прошу вас как можно скорее отправиться ко мне с Эстер в Нью-Иден. Не знаю, долго ли еще продержусь. Искренне ваш, пастор Чарльз Девенспорт. Это приглашение. А это... Его какие-то личные записи, да? Хорошо. Почитали. Интересная лорная записочка. Кораблик у нас тут. А, мужик с нами ходит. Хорошо. А это... Брошь Чарльза Девенспорта. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз Девенспорт. На ней выгравирован... Выгравирован меч с тремя гардами. А тут нельзя... Чарльз всегда носил эту брошь. Его вещи не тронуты. Все на своем месте. А нельзя покрутить? На правую кнопку скипается. Понял. Так, на колесико. Кнопки. Альты. Нет, покрутить нельзя. По крайней мере, у меня не получается. Детский псалом. Вот наследие от Господа. Дети. Награда от него. Плод чрева. Псалтырь. Псалтирь. 126. 3. Записка врачам. Три капли лавандового масла в настое ромашки перед сном. Лавандового масла в настое ромашки перед сном. Растирать зимолюбку в ладонях и натирать за ушами три раза в день. Если беспокойство не спадает, прийти на Мелиссу. Эвелин. А, вот сюжетная у нас деталька. Помнишь, как они спырили насчет книг, которых мы не читали? Как будто нас там и не было. О, ты их слушала? Я в это время всегда думал о своем. Не отправленное письмо от Эстер сестре. Моя дорогая сестра. Чарльз мертв. Я совершенно растеряна. Не знаю, какой сейчас день и какой мой дорогой... И когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк. Я не смогла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь и да направит он наших друзей сюда, а пока еще не поздно. Без защиты моего любимого мужа Нью-Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать, ты очень любила Чарльза. Чарльза. Ты очень любила Чарльза. Так что я не могла не рассказать тебе о его дебиле. С любовью, Эстер. Эстер не смогла прийти на похороны Чарльза. Ужасно. Бедняжка. Эстер так и не смогла проститься с Чарльзом. Может поэтому его призрак и появился. Возможно. Но наверняка все не так просто. А вот и детективная у нас часть. Старые друзья Эстер Девинспорт. В живых. Эстер Девинспорт не смогла проститься со своим мужем и это гнетет ее. Подсказка. Эстер так обессилена от горя, что даже не смогла отправиться на похороны своего мужа. А когда скорбящая вдова Эстер Девинпорт увидела призрак своего мужа, она была убита горем. Хорошая подруга Антеи и Реда, образованная, некогда жизнерадостная женщина, стала вдовой. Она лишила своего якоря и дрейфу и по морю скорби. Подсказки, полученные в ходе расследования. Расследуйте дело о присутствии. Осталось кабинет осмотреть. То есть у нас получается логическая цепочка какая-то складывается и мы уже частично знаем, почему призрак вообще появился и почему он не ушел сразу на тот свет. Ну, зачем он задержался? Ой, сколько предметов. Помнишь, как он начал носить прики, чтобы казаться старше и мудрее? Нет, он так высину прятал. Вера всегда была для него маяком во сьми. Как в людей, так и в Бога. Он был хорошим человеком. Я все еще помню, как он сделал тебе твое первое изгнательское кольцо. Кажется, сейчас это вызывает у тебя гораздо более теплые чувства, чем тогда. Не рановато ли ему расследовать дела о присутствии? Рановато. И все же, ты справился. Шахматная фигура. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. Это из того набора, с которым он меня учил. Я его везде узнаю. Он оставил его, чтобы не забывать о любимой ученице? Или чтобы не забывать, что он меня когда-то не обыграл? Оу, карта. Так. Ну, в целом, интересно, конечно. Но уже устарело выглядит. Австралия даже что-то и не пахнет. Африка, Евразия более-менее. Да. С Америкой. Тут Гринвандия, что ли, так? Какая-то типа область непонятная. Ну, для 1600-го какого-то года это пойдет. Это пойдет, да. Богословская книга из личной коллекции Чарльза. Оплот веры. Альфонсо де Эспина. Богословная книга из личной коллекции Чарльза. Муравейник. Йоган Нидер. Очень набожный человек был. Записка Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени братства Столы Святого Павла. Господи, какое же название-то. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. Хоть и никогда не скажу об этом вслух, подозревая, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о ее жизни. Окультная книга из личной коллекции Чарльза. Любопытно, да? То есть у него на одной полке богословные, да? А на другой оккультные. Тодд Фюр Ди Тоттен, Бальтазар Ганс Фрэнд Хофер. Любопытно. Так. Мы все посмотрели. Все пощупали, все поглядели. Просто я вижу сюжетный предмет, я его специально не трогаю, на конец оставляю, чтобы уже как бы ничего не пропустить. Нацарапанные стихи из Библии. Йова 7, 13, 15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть в мою ложе мое. Мою ложе мое? Горесть в мою ложе мое. А, вот так вот. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть в мою ложе мое. 14. Ты страшишь меня с нами, и видениями пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является мне во снах. Ничего не понял. В записках Чарльза отрывок из книги Йова, глава 7, стихи из 13 по 15. Я поищу упоминания. Ред, ты что-то уронил. Вот еблан. Записи Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар? Видение ли это? Предсказание? Может, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. Эти записи – бессвязный сумбур. Чарльза беспокоила, что из-за проклятия поселенцы мучились кошмарами. Насколько сильно проклятие, что терзает людей даже в их постели? Призрак Чарльза может дать нам ответы. Нужно осмотреть кладбище, на котором его нашли. Так, а что у нас за метка торговчика появилась? Ну, мешочка я имею в виду. Так, а с ней еще может что-то поговорить? Эстер, прости, что снова тебя беспокою. Чем я могу помочь? После всего, что случилось, как ты держишься? Кажется, что все это не на самом деле. Очередной кошмар, и я не могу проснуться. Это пока. Но все изменится. Обещаю. Могла ли я хоть что-нибудь сделать иначе? Это я его погубила? Погубила Чарльза? Ты ни в чем не виновата. Я не хочу верить в то, что его больше нет. Этого не может быть. Я запрещаю ему умирать. Тебе больно. И может, именно поэтому он вернулся. Возможно, он здесь, потому что ты страдаешь. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить твою боль. И сделаем все возможное для Чарльза. Проклятие принесло с собой кошмары? Да. Не снятся кошмары. Подозреваю, что и всем остальным. Чарльз говорил, что нечто преследует нас во сне. Что у него на нас свои планы. Что мы должны бороться изо всех сил. Но Чарльза больше нет, а мои кошмары изменились. Во сне я вижу, как мой муж, крича, падает в бездну. Все его слышат, но никто не отвечает. И он летит вниз, в бездонную пропасть. Бедный Чарльз. Нам пора идти на кладбище. Антея, дорогая. Будь осторожна. Так. А что за мешочек? Что за мешочек? Любопытно прям. Как вы поможете моему Чарльзу? Если он здесь, мы его найдем. И спросим, что нам нужно сделать. А мне тоже придется с ним встретиться? Для начала давайте узнаем, что произошло. А потом посмотрим. Лучше поторопиться. Возможно, время не на нашей стороне. С тобой все будет в порядке? Сомневаюсь, но я все равно выполню свою работу. Мы прибыли сюда, чтобы помочь Чарльзу, и мы ему поможем. Поговори с местами, может что-нибудь расскажет. Я отправлюсь на кладбище и займусь тем же. Будь осторожен. Ты тоже. Ты тоже. Карта. Чтобы понять, где находится цель вашей задачи, откройте карту. Ж. Ж. Лавка Синсира Перриса. Ага. Ну давайте сгоняем до лавки. Потом сюжетик продолжим. Можно еще с кем-то поговорить? А вы, значит, одна из их знателей и прибывших слишком поздно. Простите, а если бедный паспорт Девенпорте упоминал ваше имя, то я его забыла. Анте Эдуарте. Возможно, вы еще повстречаете моего спутника Реда Макрея. Конечно. Меня зовут Лиза Бетухара. Пастор говорил, что у вас будут вопросы. Ну и? Губернатор Хаскел рассказал нам о проклятии. Я бы хотела понять, что это и откуда оно пришло. Или блюдорно говорить о соседях. Но должно быть, кто-то впустил сюда зло. Нам бы пригодилось имя. Я не собираюсь вносить разлад в общину своей болтовней. К тому же я не знаю, что имя вам назвать. Чарльз, пастор Девенпорт, говорил, что многим здесь снятся дурные сны. Он подозревал, что это имеет отношение к проклятию. А вы, я смотрю, любопытная особа, госпожа. Мои сны, как добрые, так и дурные, сугубо мое тело. Им и останутся. Что вы здесь делаете? Большинство людей сидит по домам. Ну, раз вы спрашиваете, я пришла в город, чтобы купить лекарство у госпожи Фитчер. У моей сестры болит нога. Мась ей помогает. У нас небольшая ферма в нескольких милях отсюда, и да, там тоже свирепствуют проклятия. Вы знали Чарльза Девенспорта? Ну, конечно, я знал преподобного пастора. Мы с сестрой не пропускали ни одной службы, были ему благодарны. Он был столпом добродетелей в нашей колонии. Так жаль его вдову. Должно быть, она сильно горюет. Кхм. Благодарю вас, и не стану больше задерживать. Что ж, спасибо господу за это. Какая-то странная тетя. Мешочек, мешочек. Давай сюда, дружочек. Так, эти записочки мы читали в первой серии. О. Предупреждаем, не стоит лишь крикнуть, и сразу появится помощь. Успокойтесь, сэр. Я Анте Эдуарте, изгнательница, знавшая пастора Девенпорта. О, о, ну конечно, прошу прощения. Как жаль преподобного Девенпорта. Его гибель потрясла нас всех. Добро пожаловать в Нью-Иден. Боюсь, вы застали нас в тяжелые времена. Мы изгнатели, а значит, именно здесь быть и должны. А кто вы? Я мадам Сквайр Синсер Перрис. Странствующий торговец, который застрял в этом проклятом месте и жаждет из него выбраться. Расскажите мне о проклятии, пожалуйста. Скажу вам вот что. Те, кто осмеливается противостоять проклятию, настоящие смельчаки. И боюсь, глупцы. Сэр, изгнатель это профессия. Чтобы сделать свою работу, мне нужно знать подробности, так что будьте добры. У изгнателей наверняка есть амулеты, то есть всякие безделушки для защиты. Если у вас есть ненужные, я с радостью избавлю вас от лишней ноши. Прямо сейчас мне нужны сведения о проклятии. Видели ли вы что-нибудь, что может помочь мне в работе? Я видел голод, безумие, угрозу преждевременной смерти и непогоду. Постоянную непогоду. То есть я видел все это и раньше, но никогда одновременно. А сюда разом пришли, все беды. Люди сидят по домам и ждут указаний. На самом же деле жаждут смерти. Все они будущие призраки. Все до единого. Вам тоже снятся кошмары? Конечно. Не каждый в этом признается, но всем нам снятся кошмары. Что вам снится? Во сне за мной кто-то наблюдает. Иногда кажется, что она рядом, и когда я не сплю. Она не говорит и не двигается, но вроде бы не желает мне зла. Она просто стоит и смотрит на меня, ждет, оценивает. Это она появляется в определенное время? Если и так, я этого не знаю, потому что в этой нескончаемой серости невозможно отличить день от ночи. Вот так вот. Сведения о проклятии, как вы и просили. И я даже не возьму... С вас за это денег. Вы собираетесь покинуть город? При первой же возможности. Вы прибыли сюда морем? В бухте стоит корабль. Может, капитан согласится увезти меня и мои товары в безопасное место? Экипаж отказался ставить судно в док, и, полагаю, корабль идет со следующим приливом. Мы добрались до берега на шлюпке. Могу я спросить, где вы оставили свою шлюпку? О, берега. По дороге вас ждут разгневанные сени и окровавленные трупы. Если собираетесь в путь, надеюсь, ваши товары умеют плавать. Давайте посмотрим, что тут есть. Может быть, поторгуем? Большая часть моих товаров уже упакована, но я никогда не откажусь от сделки. Равнодушие товары, которые можно купить или продать. Тип, еще есть отношения. Пряжа, лен. Ладно. Желаю вам всего доброго, Squire Paris, и благодарю за беседу. Рад был помочь, госпожа Эдуарте. Будьте осторожны. Очень много диалогов, очень много информации. Все запомнить. Пожар не мог начаться сам по себе. Особенно в такой холод. Тут, кстати, довольно... Портовой журнал. Или портовый. Наверное, портовый. Стоянка в порте Нью-Идена. Март 1694 года. Третье. Цветок Лондона. Ливерпуль. Дэвид Ист. Четырнадцатое. Благословение. Бостон. Уильям Уорлич. Исурея. Двадцать седьмое. Мэри. Бостон. Питер Эндрюс. Девятнадцатое. Пилигрим. Лиссабон. Джон Харрис. Апрель 1694 года. Одиннадцатое. Бостонское приключение. Бостон. Роб Маршал. Шестнадцатое. Морской цветок. Ямайка. Томас Даунс. Двадцать пятое. Две сестры. Бристоль. Иосия Рутс. Май 1694 года. Второе. Белая скала Бостона. Плимут. Эндрю Массон. Седьмое. Голубка. Думаю, голубик сначала. Голубка. Лондон. Николас Прин. Двадцать первое. Самсон. Плимут Джон Халл. Двадцать девятое. Приключение Джона. Нью Плимут Генрих Холлоуэй. Июнь 1694 года. Первое. Благословение. Лондон. Уильям Уорлич. Из Суррея. Пятнадцатое. Бристольский торговец. Бристоль Томас Смит. Восемнадцатое. Корона на столе. Барбадос. Уильям Фостер. Июль 1694. Четвертое. Аполлон. Канарские острова. Самуэль Вудбери. Девятнадцатое. Гринуэй. Вирджиния. Дэвид Гриноу. Август 1694 года. Шестое. Надежда. Бостон. Джон Фрост. Пришвартован в прибрежных водах. Сентябрь. 1694 никого. Октябрь 1694 никого. То есть начало все снижаться. Снижаться. То есть было сначала много кораблей. Потом три. Потом два. Потом один. Потом вообще пропали. Будем знать. Так что-то сверкает. Что-то можно забрать. Торговчик что-ли прям. Так. Ну что же. Я думаю можем двигаться на сюжет. Что-то написано. Кладбище. Сементри. Серьезно. Кладбище так вот звучит. Хотя давайте вот этот докши залутаем. Чтобы уже потом не забыть ничего. О. Здесь огромный сундук какой. По-любому пригодится. Купырь лесной. Восьмерек плюс 38. Кожа 4. Опа. Мешочек. Что за мешочек? Кожа. Ну вот. Тут у нас ничего. В принципе мы. Получается все. Кроме вот этой дальней части. Полутали. Посмотрели. Так что можем не беспокоиться. Майку же поправить. Вот. У нас даже подсказка есть. Влуждающий огонек. Так близко к городу. Так это и есть наверное призрак. Что написано? Знак у кладбища. Кладбище закрыто. По приказу губернатора. Найдите место гибели Чарльза. Куда же ты меня ведешь? Опа. Нажмите space один раз, чтобы вернуться. Два для переката. Опять вы? Слишком медленно. Ага, контур. Здесь всем угрожает опасность. Большинство этих людей погибло в бою. Кто-то не хотел их здесь видеть. Короче, здесь есть блок, есть перекат, есть уклонение. В целом, боевка довольно-таки стандартная. Так, зимолюбка. Зимолюбка. А что, действительно такие цветы есть вообще? Что-то какое-то маленькое кладбище или здесь только первый ярус? Что-то баррикадировались тут. Опа. А что это такое? Озарение. Как и все изгнатели, вы чувствуете места и предметы, отмеченные призраками. Рядом с такими объектами у ваших изгнательных колец появится оранжевый ореол. Походите рядом, чтобы найти источник. Какой-то супер лут, да? Пока я вижу здесь больше могил, чем поселенцев. А где? Может быть тут? Трутовик. Или туптовик. Опа. А это что? Перик. Тут не перепрыгнуть. А куда нам точно идти-то? Значит, нам надо исследовать все. Клям все. Ну, огонек сюда ведет. Допустим. Все, кто здесь похоронен, умерли в 1677-м. Предыдущая эпидемия? Короче, зло, как пеннивайз, каждые сколько-то там лет вылезает и всех тут жирает. Так что ли? Нет, пока выйти не могу. Ну, огонек я вижу, куда идет. Давайте чуть-чуть исследуем. Можно спрыгнуть. Но есть ли смысл? Смысл не вижу. Ладно, пойдем за огоньком. Вот, что это такое? Где? Где это значит? Много людей умерло за последние несколько лет. А что за маяк-то был? К чему он вообще? Странно как-то. Морской вербейник. Может быть, маяк показывает какие-то срезки? Ну, типа, что там проходы тайные, там еще что-нибудь. А вот, модила Чарльза. Почему же ты не дождался нас, Трина? Клянусь, я искуплю вину перед тобой. Найдите призрачную метку рядом. Призрачная метка? Бля, меня это раздражает. Что это значит? Или ты меня прям к сюжету ведешь? Вот сюда. Просто огонек и так как бы шел. Кто? Что? Это что такое? Они сосут! Они сосут хпшку меня? Собаки. Все, вроде. Все осмотрели. Все залутали. Вот, идем к месту силы. Здесь осталось чье-то воспоминание. Возможно, я смогу к нему прислушаться. Провести ритуал. Ритуалы. Изгнатели могут проводить ритуалы. То, какой ритуал нужно провести, зависит от природы места и его проведения. Проведя ритуал, вы потратите ресурсы, даже если выбрали ритуал неверно. Чтобы проявить воспоминание, вам нужно провести ритуал прислушивания. Прислушивание. Проявление отголоска. Ритуал позволяет увидеть угасающее воспоминание не нашедшего покоя призрака, произнеся особые слова и нарисовав или вырезав созвездие льва. А еще можно сделать призыв. Заставляет появиться призрака или тень. Обычно для проведения такого ритуала нужна привязь, связывающая призрака с воплощенным. Также необходимо нарисовать или вырезать созвездие тельца и произнести особые слова. Призыв бича. Призыв бича. Чего? Ритуал, во время которого нужно нарисовать или вырезать созвездие орла и произнести особые слова, чтобы заставить появиться бича. Жнеца, Фуриус, Корпца и так далее. Это короче какого-то суммон. Того, что я нашла ранее, должно хватить? За каждым пятном скрывается история. Именем Господа повелеваю тебе, изыди и оставь это место. Ты надо мной не властен, пастор. Кто ты, призрак? Покажись! Что ж, раз ты так просишь. Кто ты? Я все, чего ты когда-либо боялся! Женщина в белом, кстати, написано. Изыди! У тебя нет оболочки! Нет привязи! Нет цели! Это так. Но их не пил у тебя. Вот так вот. Убило. Чёрт. То существо, с которым он столкнулся, что это было? Так, ещё у нас подсказка, кстати, появилась. Чарльз попытался заставить призрака появиться, а он потерпел неудачу. Чарльза беспокоило, что под влиянием опасного духа поселенцы мучились кошмарами. Когда Чарльз Девенпорт столкнулся с ужасной сущностью, которая грозила Нью-Идену, его сердце не выдержало. Намерение выяснено. Библия Чарльза, которая лежала в грязи на кладбище, открыта на книге Иова, глава 7, стихи 13-15. 13. Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесёт горесть моё, ложе моё. 14. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. 15. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Привязь, наполненная сущностью призрака Чарльза, после того, как Антея проведёт слушание, связь призрака с миром живых будет навсегда разорвана. Привязь его призрака. С её помощью я могу заставить его появиться. Что ж, пора идти к его могиле. Блять. Ну игра очень неспешная, ребятушки, очень неспешная. Призыв, бича. Ладно, призыв. Правильно. Пришло время нам, старым друзьям, поговорить. Мы с Рэдом зашли слишком далеко, чтобы не повидаться с тобой в последний раз. Твоя ученица сама стала учителем. В поединке с тобой я бы одержала победу. Ну же, Чарльз. Покажись. Я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты здесь. Слушай, ну красиво, красиво. Я знаю, что ты здесь. Ты меня знаешь, призрак. Я просто хочу поговорить. Эстера, тебе беспокоиться. Антея? Ты наконец-то здесь. О, бедняжка Эстер. Мне так жаль, друг мой. Жаль всех нас. Что случилось? Что здесь происходит? К сожалению, милый друг, я совершил ошибку, которая стоила мне жизни. Рэд с тобой? Нельзя терять время. Почему ты нас не дождался? Опасность нарастала. Отчаяние усиливалось. Я видел столько мертвых Антея. Столько больных тел. Столько страждущих душ. Времени не оставалось. Ты знаешь, что положило начало проклятию? Я не знаю, что его вызвало. И не знаю, когда... Наверняка много месяцев назад. Но одно я знаю точно. Кошмар выбрал Нью-Иден неспроста. Значит, призрак... Этот не похож на других. Он безжалостен. Очень умен. Гораздо более жесток, чем тень. И столь же неумолим. Перед смертью ты расследовала проклятие. Что тебе удалось узнать? Я узнал, что наш враг коварен и беспощаден. Что нам нельзя его недооценивать. Нам? Я мертв, милая Антея. Но я все еще изгнатель. Мне есть чем у тебя научить. Если я тебе позволю. А этого я не сделаю. Антея, не повторяй моих ошибок. Если кошмар наслал проклятие на Нью-Иден, тебе пригодится любая помощь. Его присутствие сильнее всего ощущалось в молитвенном доме. Может, свет божий заставил его бороться за это место. И я приказал закрыть здание. Худшее золо казалось заперти. Но долго это не продлится. Мне казалось, кошмар это выдумка. Кошмар. Самый редкий из призраков. Могущественный коварный дух. Порожденный ужасом злодеяния. Как его изгнать? В книгах сведения об этом мало. А то немного, что есть, говорит о том, что его невозможно изгнать. Если это призрак, его можно изгнать. Полагаю, ты ввел записи. Где мне их искать? Они... Исчезли. За несколько дней до моей смерти. Может, это я их куда-то подевал. Но на меня это не похоже. Если найдешь, прочти все внимательно. Может, я что-то упустил. Что-то важное. Мы не сгоним его. Ред и я. Смерть нашего доброго друга не останется безнаказанной. Предупреждаю. Кошмар слишком зол, чтобы его можно было переубедить. И слишком силен, чтобы его можно было уничтожить. Твоя смерть глубоко ранила нас. Как и твое возвращение. Понимаю. Но я рад, что смог увидеть тебя в последний раз. И получил шанс тебя предупредить. Как этот кошмар убил тебя? Я решил, что приду на кладбище и заставлю его появиться. К моей радости, у меня получилось. Теперь я думаю, он явился по своей воле. Казалось, для него это... Развлечение. Игра, чтобы узнать, на что я гожусь. На что он был похож? Я... Не знаю. Когда он появился, он выглядел как... Эстер. Моя милая Эстер. Я не видел его истинного лица, но я слышал чей-то голос. Не Эстер. Другой женщины. Она смеялась. Я почувствовал ее взгляд. Мое сердце застыло. Я умер. Это дух воплощения мести. Призрак того, кто пострадал от страшного злодеяния. Я услышала твое предупреждение. Ты можешь уйти. Нет. Я должен остаться. Эстер нуждается в моей защите. Ее нужен в своей пастве. Ты знаешь, как все устроено. Знаешь, что я этого не позволю. Я остаюсь самим собой, Антея. Я стану сильнее. Я смогу тебе помочь. Чем дольше ты будешь преследовать Эстер, тем сильнее будет твой голод. Ты это знаешь. Сейчас все иначе. Я преподобный Чарльз Девенпорт, твой друг и наставник. Ты меня знаешь. Ты знаешь, что я хороший человек. Я тебя знала. Ты был хорошим человеком, а теперь ты призрак. И я не могу так это оставить. Но, клянусь, кошмар закончится благодаря нам с Рэдом. Чарльз Девенпорт был хорошим человеком и хорошим наставником. А ты была хорошей ученицей, хоть и суровой. Это я в тебе так и не смог изменить. Жизнь не смягчила твой нрав? Жизнь меня закалила. Твоя смерть и ее причина превратили тебя в то, с чем ты когда-то боролся. Прощай, Чарльз. Мир твоей душе, личная память. Антея, подожди! Чего ждать? Мы знатели смерть мертвеца. Позволь ей сам сделать собственный выбор. О, Боже, пожалуйста, не просите меня об этом. Эстер, моя жена. Лучшая из всех. Я так по тебе скучаю. Лучшая из всех. О, Господи, Чарльз, почему ты здесь? Зачем ты вернулся? Ты должен уйти. Пожалуйста. Я должен остаться, должен защитить тебя. Существо в молитвенном доме питается нашими страданиями. Мне следовало догадаться. Но теперь я это знаю. Антея, подари Чарли вознесение, которого он заслуживает. Чарльз Девенпорт, тебе незачем здесь оставаться. Уходи. Позволь Эстер спокойно пережить горе. Спасите ее, друзья мои. И спасите себя. Спасите их всех. Я провожу Эстер до дома. Нет, я... Нам, женщинам, есть о чем поговорить? Тогда я пойду в школу и постелю нам постель. Чарльз обрел покой. Антея о нем позаботилась. На этом мы с... Ага. Ладно. Хотел закончить. Мой Чарльз. Как думаешь, где он теперь? Он... Не знаю. Я скучаю по теплу его рук. По его успокаивающему присутствию в доме. Когда закрываю глаза, вижу его. Он там, где под лучами солнца отступает снег. Там тепло, и есть свежее молоко. Просто они выстираны, выглажены и аккуратно сложены. Там нет и не может быть никаких бед. Ты права. Он обрел покой. А тебе стоит отдохнуть. И все. Бежим в тишине. Мне очень жаль. Я буду по нему скучать. Сильно. Завтра мы продолжим расследовать проклятие. Спокойной ночи, Эстер. Я рада, что вы здесь. Вы оба. Вы нужны нам. Так, есть чего добавить? Спокойной ночи, дорогая. Все. Здесь можно сохраниться. Здесь можно сохраниться. Нету? А, есть. Тайминги есть, да? То есть 14.59. 14.29 мы перезапишем. Да. Все. На этом мы с вами будем заканчивать. Кстати, фоторежим есть. Свободно перемещать камеру. Если вдруг что. Точный режим. Ладно. Отправляйтесь в школу Креду. Давайте откроем дверь. Наверное, сохранение еще одно будет. И все. На этом мы закончим. Наверное, сегодня второй серии не будет. Которая уже третья должна быть. Но потом по две будет выходить. Где-то недельку. Где-то недельку мы с вами поиграем в нее. А потом будет возвращаться прототип. Есть еще вариант. Прототип взять на стрим. На стримы по субботам. Там вроде не очень много осталось. Можно за пару стримов добить. А с этой игры отвлекаться не будем. Как бы вот такой вариант есть. Поэтому. Посмотрим. Подумаем. И все решим. Все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно. Обязательно поддерживайте данное видео лайком. А канал подписка. И с включенным колокольчиком. Чтобы не пропускать новые прохождения. Помимо этого. Не забывайте заглядывать в телеграм. Группу ВК. И на бусте по возможности. С вами был мистер момент. Будьте здоровы. Смотрите только хорошие фильмы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok